Приветствую всех искреннолюбящих Господа Иисуса Христа. Давайте вместе поделимся о некоторых персонах, которые есть могучие основания для действия Духа Святости, Духа Божия, но Писание с легкой рукой о них ничего не говорит, очень мало, что нам известно об этих людях. Первая персона, о которой я хочу говорить и направить наш взгляд, это пророк из Третьего Царства, Тринадцатой главе, которому Бог приказал пойти на Северное Царство и обличить царя Ярова Ама, весь корпус священников, лжесвященников, лжепророков, лжепоклонения и далопоклонство и отступление от Бога. Вы представляете, десять колен, девяносто процентов, девяносто процентов израильтян было под рукой Ярова Ама. И один человек должен был пойти туда и обличить всех их. Один человек, тем более во время их богослужения, когда они поклонялись демонам. И его слово исполнилось там. Царь руку свою протянул, чтобы его убили, взяли его. Но рука уже не сработала, не исполнила свою функцию. Только тогда царь понял, что он имеет дело с Человеком Божиим. Так если он Человек Божий, а он реально Человек Божий, почему Библия не говорит, кто он такой? Почему не говорит его имя даже? Что это такое? Уничижение со стороны Бога? Что это такое? Нет, это не уничижение. Понимаете, Бог говорит, что когда человек спрашивает его имя, кто ты такой, как зовут тебя, чтобы мне отвечать, он говорит, я есм суши. А ведь суши – это не имя. Это же не имя. Это же то, чем Бог объясняет, каков он, его сушность, безначальный, бесконечный, вечно пребывающий. Вечно пребывающий. Это же не имя. Это как бы объяснительная часть его сушности. У Бога не может быть имени, потому что всякое имя – это ограничение для Бога. А Бог не имеет ограничения. Бог не ограничен ничем. У него нет ни начала, ни конца. Когда Бог дает себе имя, это только для того, чтобы мне и тебе немножко дать понятие, кто он такой. А у Бога имени быть не может. Вот почему Бог своих людей как бы прячет в тени, и когда о них говорит, говорит как будто без имени, как и у этого пророка. Он не назвал его имя, потому что Бог через него являл собственную сушность. Когда Бог тебя употребляет где-то, и когда там твое имя не провозносится, помни, именно тогда через тебя Бог проявляет свою сушность. И Бог прославляется через тебя именно тогда. Но когда твое имя из уста в уста, но когда ты начинаешь как бы в устах человеков говорить о тебе, что ты такой-такой, там Бог не прославляется. Там прославляешься ты. Знай, друг мой, пусть Бог благословит тебя. Вторую персону, о котором хочу говорить, это муж богатой женщины, которая заметила, что Елисей святой, который постоянно проходит этим путем, а путь была рядом с их домом. Она сказала мужу, вот человек Божий, который постоянно проходит этим путем, он свят. Давай поставим для него горницу, чтобы всякий раз, когда он проходил отсюда, заходил сюда, отдыхал и только тогда уходил, подкрепляясь. Он сказал, хорошо, постой. Если бы муж не согласился бы, она бы не могла это построить. Кто был этот человек? О его имени ничего не говорится. Даже, даже не говорится имя жены его. Но муж, именно муж, глава семьи, муж, который руководил делом, который стоял над бизнесом, который управлял на поле все свои дела, не жена, а муж это делал. И муж не был против жены, не был, чтобы построили у него дома, значит, место отдыха для человека Божия. Этот человек прекрасный, через которого Бог прославлялся, но он как бы невидим, как бы мы не замечаем это, что через таких людей человеки Божии, как Елисей, этот мощный пророк, получал силу, получал крепость, получал возможность дело Божие выйти до конца, идти, идти, не устоять, наоборот, получать новую энергию, получать и идти вперед, чтобы делать дело Божие. Сколько же ты, как человек Божий, нуждаешься, чтобы кто-то помогал тебе? Чтобы кто-то подкреплял тебя? И вдруг, когда ты не замечаешь эти люди рядом с тобою, насколько же ты иногда удручаешься? Насколько же ты, как бы, унываешь в душе, внутри, как бы хоть кто-то, хоть помог бы килограмм рысу, хоть помог бы хоть одним рублем, хоть помог бы тем или другим, хоть на одну ночь там отдыхать, или хоть горячего чая. Все это нам помогает. Вот почему Иисус сказал, если кто напоит вас только чашью воды, питьевой вода, одна чаша, дать, чтобы вы были во имя ученика, в день суда получат награду. Вот почему. Потому что они, когда дают вам что-то, помогают вам, помогают не в том плане, что именно вам, они помогают Богу, чтобы дело Божие не остановилось. А это дело исполняется через тебя, мой дорогой брат и моя дорогая сестра. Через тебя Бог действует. А те персоны, которых не видно, это столпы Бога Живого, это мощные сосуды Бога Живого, что даже об их именах ничего не говорит Писание, но Бог их употребляет в жизни твоей, чтобы ты мог идти вперед. Давайте посмотрим на короткое время на видимых персон таких. Это Акила и Брискила. Вы посмотрите, апостол Павел во послании о Римлянам 16 главе в главе «Приветствую», он говорит «Приветствуйте Акилу и Брискилу, которых не только я благодарен, но и все церкви, которые головы свои полагали за меня. За меня». Акила и Брискила, эти мощные сосуды Бога Живого, они знали, что они не могут быть апостолом Павлом. Они не могут быть апостолом Павлом. Апостол Павел это что-то могущественное орудие Бога Живого, но апостол Павел были моменты, когда не мог пройти этот путь, если бы не Акила и Брискила, если бы не жертвенность Акилы и Брискилы. Вот почему апостол Павел говорит «Они головы свои полагали за меня». Эти мощные сосуды, вот такие сосуды есть, которых не видно, вот один из них и муж этой богатой женщины, через которого Бог помогал Елисею вести свое служение еще дальше, еще мощнее, еще сильнее. Слава Богу за него. Аминь. Давайте перейдем на Новый Завет. В жизни Господа Иисуса Христа есть две персоны, которые очень интересные, но незаметные. Первая персона – это тот человек, который заметил, что Мария беременна, что Иосиф не находит места для своей жены, и он пригласил этих людей к себе, чтобы они могли оставаться там, в хриву, где животные, где они находились, чтобы Мария родила там. Уверяю вас, что они сами не имели права войти туда. Никто не имел права войти в чужое пространство. Это было пространство собственника. Это было свое место, где был хозяин, и хозяин никогда не позволил бы чужака войти туда просто-напросто и жить там. Хотя на ночь. Поэтому обязательно было, что владелец этого места он сам пригласил их туда. Скажите мне, пожалуйста, тогда в Ифлейме не все ли держали скот? Все. Не все ли имели овчарни или коровники? Все имели. Так почему же только этот человек заметил, что вот они нуждаются? Почему другие не пригласили? Только не говорите, что у них везде было полно. Это не так. Да, везде было полно, там было много народу. Это было исчисление. Но этот человек блажен и благословенный. Он был человеком Божиим и о его имени ничего не говорит Исаня. И Бог прославился через этого человека. И поэтому Бог дал такое великое благословение, чтобы именно в его пространстве, именно в его хлеву был рожден царь царь и Господь господствующих спасителя всех человеков, мой и твой спаситель Иисус Христос. Слава Господу за этого человека. Пускай Бог прославляется. Вторая персона в жизни Иисуса Христа уже в конце его жизни. Иисус своих учеников сказал, идите и увидите человека, несущего кувшин воды, постойте за ним. В какой дом он войдет, войдете туда, не этому человеку, а хозяину дома. Скажите, учитель говорит, где место, где я могу провести мою последнюю пасху. И он покажет вам горницу большую устлунную. Хочу обратить ваше внимание на слово устлунную. Это место уже было устлунное. Хотя мы не знаем имени этого человека, мы не знаем, кто он таков, но этот человек, у него было готовое место, устлунное место, именно для Бога, именно для Иисуса Христа. Он надеялся в своем сердце, что это однажды случится, что Бог войдет туда. Уверяю вас, этот человек был всегда готов для Господа, и Бог хотел именно такого человека. И Библия ничего не говорит об имени этого человека, но Библия говорит, что он был готов. И вот это готовое состояние, вот это готовность сердца, вот это открытое пространство души этого человека Бог употребил и Спаситель в конце своей жизни, как в начале имел невидимого человека, который помог, чтобы он родился именно на земле. Слава Богу за этого невидимого человека, которого Библия не знает, которое Библия закрывает, закрывает от нас, но которого знает Бог, имя которого знает Бог, и Бог дает им новое имя, слава Богу за них. Так и в конце жизни Иисуса Христа, когда шествие его заканчивалось, когда значит он должен был исполнить последний штрих, то есть последний Пасху, через это прославив Бога, возив славу свою, он увидел последнего человека, о котором тоже Библия молчит, но этот человек был готов, чтобы Иисус Христос свое последнее дело, последний штрих своего служения поставил в его доме, в его горнице. Насколько же этот человек счастлив, насколько этот человек богобоязнен, насколько этот человек перед Господом как бы духовен, как бы наполнен Богом, что он понимал эти моменты, и когда люди думали не только о том, как бы иметь нажив, как бы иметь деньги, как бы как-нибудь зарабатывать, а он держал свою горницу только для того, чтобы просто так, просто так давать место, давать место Господу, чтобы он мог пойти туда и провести свое служение. В твоей жизни есть ли такая горница? Готов ли ты вот так просто, чтобы никто не замечал, приглашать Христа, приглашать Иисуса Христа в твою жизнь, чтобы он провел свое служение и начальное, и конечное, и в протяжении твоей жизни готов ли быть невидимым, чтобы люди не знали твоего имени, чтобы люди не знали, через кого Бог это делает, но чтобы Бог тебя употреблял в разных ситуациях жизни. Готов ли ты? Если ты готов к этому, значит, ты реально человек Божий. Если ты готов к такому духовному служению, чтобы только Бог прославился, а тебя чтобы не замечали, ты тот, которого Бог искал, ты тот, которого Бог нашел, ты тот, через которого Бог прославляется, ты ангел Бога Живого. Хочу дать тебе объяснение, два понятия об ангелах. Про серафимов написано, что эти ангелы были в славе Божией, потому что они говорили свят, 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 Господь Бог Вседержитель, вся зима полна славы Его. Они, серафимы, находились в славе Бога живого. А про херувимов написано так, что слава Божия спустилась с херувима и пошла к порогу дома. Теперь смотрите, херувим был тот ангел, на котором была слава Божия, а серафим был тот ангел, который находился в славе Божией. Ты можешь находиться, как ангел, серафим в славе Божией. И сейчас многие верующие, как серафимы, находятся в славе Божией, это славное состояние, это прекрасное состояние. Но ангелы, херувими, они носители славы Божьей. Какая разница между ними? Разница следующая. Ты, как свеча Бога живого, ты можешь оспешать всех людей, которые окружают тебя, а под тобою ты не можешь оспешать. То есть, через тебя, как херувим, Бог может делать так, чтобы ты был носителем славы Божией, и через свою славу Он может освещать всех людей вокруг тебя, и ты сам этого можешь не замечать. Ты можешь не замечать, как Бог через тебя это делает. А если как серафим, ты замечаешь это, но это не может быть той славой, которая есть именно на херувимах. Уверяю тебя, там, где человек прославляется, там не прославляется Бог так, как тоже Он прославится. Но когда Бог прославляется через человека и человек не прославляется, Бог буквально делится с человеком своей славой. Бог буквально делится, даже Бог людям позволяет сесть на своем троне, именно на своем троне. Потому что Бог, когда создал человека своим образом и своим подобием, Бог имел в виду быть равным ему, человеку. Вот почему Сатана восстал против тебя, человек, чтобы сделать так, чтобы доказать Богу, что он достоин иметь подобие Бога. 14 глава книги Исаия Пророка говорит, что Сатана поднял свой престол до звезд Божьих, хотя так думал он, и чтобы он был подобен Всевышнему. Сатана знает, что Бог един, что нет, кроме Бога, другого Бога, и никто не сможет им стать. В Новом Завете написано, что бесы веруют и трепешут, что Бог един. Все они знают, что Бог един и нет другого Бога, и никто не может быть Богом. Но он хотел быть подобен Богу. Почему? Потому что Бог тебя сделал подобным себе. Только тебя, человек. И Он поднял тебя на высоту. Сегодня, если ты делаешь все возможное, чтобы Бог прослывался через тебя, чтобы тебя не было видно, именно ты становишься богоподобным. Именно таким образом образ и подобие Бога проектируется на тебя. Бог оригинальным образом употребляет тебя для своей славы и прославляет тебя в себе. Иисус Христос говорит так. Если Бог прославился в Сыне, и Сына прославит в Себе, и скоро прославит Его. Так что, когда Бог прославляется в тебе, и тебя не видно, Он скоро тебя прославляет в Себе. Бог никогда тебя без Своей славы не оставит и не оставляет. Так же и говорит послание Коринфянам, когда Бог приказал из цены воссеять святу, Он озарил наши сердца светом познания славы Своей в лице Иисуса Христа. Вот какую славу Он нам дает через познание Его славы. Слава Ему, что Он так умеет употреблять. Итак, когда ты замечаешь в твоей жизни, что тебя не видят, но через тебя происходит служение Бога живого, это то, что Бог по-настоящему прославляется через тебя. Тебя мир не знает и не узнает и не признает, но тебя знает Бог, знают небеса, знают ангелы Божии, и тебя знают бесы и ад. Не бойся. Пускай Бог таким же образом тебя употребляет до конца и прославляется в тебе и прославит тебя в себе. Будь благословен во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Мир дому твоему.